Добрый день всем! И сегодня я опять у мамы в гостях. Мама живёт в маленьком городке, который называется Smallfield. Ну, что здесь находится? Здесь находится поликлиника, потом школы, одна или две, продуктовые магазины, естественно, почта, и вот автобусный транспорт входит, паблик транспорт, очень хорошее сообщение. И вот сейчас мы стоим на автобусной остановке и ждём автобуса, чтобы доехать до центрального такого более большого города, который называется Кроли. И там уже и шоппинг-центр, и много магазинов, и различные развлекательные заведения, увеселительные, ну и так далее. Хочу сказать несколько слов об общественном транспорте. Значит, в таких маленьких городках очень хорошо развито сообщение автобусное. Каждый автобус имеет своё точное расписание и приходит точно по расписанию, то есть не надо стоять на остановке и случайно ждать, пока появится автобус. А здесь всё очень чётко, всё организовано. Автобусы ходят полупустые, потому что, в принципе, у всех есть машины. И автобусами пользуются либо школьники, либо пенсионеры, либо те, кто не умеет водить машину, такие как я. Наш путь составляет 23 минуты до Кроли. И вот мы сейчас с нами ждём автобуса. Проезд стоит в оба конца, то есть нужно сразу брать билет в оба конца. Проезд стоит 5 фунтов 20 пенсов. Я часто пользуюсь автобусами, потому что я не вожу машину. Мама пока у меня на права не сдала, бедолага. Вот, поэтому сегодня мы едем в центр города, мы едем на автобусе. Подъехал наш автобус, и мы уже бежим. У мамы проезд бесплатный, и мы сейчас заходим. Вот сидят только три человека. Мы проходим, занимаем любые места. Здесь вот такое возвышение, ступенечки. Здесь обычно сидят школьники, студенты. Ну и мы тоже сядем, потому что будет повыше, и будем на всё смотреть. Давай, заходи. Он не тронется, пока я не сяду. Так, здесь так. Все должны сидеть, никто не должен стоять. Пока ты не сядешь, автобус не тронется. Цель безопасности. Ну вот, если, допустим, остановка, то до тех пор, пока автобус не остановится, никто не встаёт со своих мест и не подходит, потому что здесь так нельзя. Когда автобус движется, должны все сидеть. Значит, на остановку подходит автобус, открывается передняя дверь, заходишь только всегда в переднюю дверь и выходишь тоже в переднюю дверь, потому что задней двери нет. Но сейчас мы вдвоём находимся, потому что никого нет, и время... сколько время у нас? Час. Время час. Ну, в общем-то, пусто. Кстати, если на остановке никто не стоит и рукой не машет, то водитель может проехать мимо. Сразу за кабиной водителя вот здесь такой специальный доступ, такая открытая площадка, вот вы видите, это места для инвалидов. То есть, если водитель видит, что на остановке стоит инвалид-колясочник, он открывает двери, и из дверей опускается специальная платформа, на которую может вот эта коляска заехать. И он въезжает в автобус, и вот располагается вот здесь, вот в этом доступе. И здесь специальный знак, что здесь места для инвалидов. В принципе, их никто не занимает. Но вот парочка зашла, она тоже инвалид, у неё палочка, поэтому вот они сели здесь. С водителем по ходу движения заговаривать нельзя, ни в коем случае. То есть, нельзя вставать со своего места, подходить к кабине водителя и говорить, остановите на следующей остановке и так далее. Для того, чтобы остановить автобус на остановке, около каждого кресла, около каждого сидения, есть такие вот столбы, вы видите, с красными кнопочками. Вот, пожалуйста, если вам нужно остановиться на какой-то остановке, нажимаешь на эту кнопку, и водитель знает, что нужно остановиться. Если честно, то мне нравится ездить на автобусе. Во-первых, это очень удобно, знаешь своё расписание. В автобусе тепло, мало народу, ты всё время сидишь и также смотришь всегда вот в окошечко, любуешься пейзажами, смотришь на дома, на жителей. Всё это очень интересно, во всяком случае, для меня. Мы уже едем назад, и вот на автобусных остановках часто можно видеть вот такое вот табло, прямо как в аэропорту. И здесь указано, какой автобус, какой номер и сколько минут осталось до его появления. Тот же водитель, мы едем назад. Опять пустой автобус. Мы опять садимся наверх. И походу мы опять вдвоём, точно. Мы уже проехали по пути, но автобус всё ещё пустой. И мои, мы единственные пассажиры. Спасибо за просмотр!